На Бурятии надвигаются морозы. Они идут к нам с Арктического побережья. Похолодание начнется примерно со среды четверга. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов. Какие еще новости? Сегодня расскажем прямо сейчас. Это Восточный экспресс. Я Лариса Иренцеева. И вот наши некоторые остановки. Инцидент в Новоанахойской средней школе прокомментировала сама учительница. Подробности в материале Никиты Коробенкова. Эпопея с обманутыми дольщиками подходит к концу. Кто получит компенсацию, а кто заедет в долгожданную квартиру, знает Ольга Арсунукаева. В полиции продолжают выяснять, кого же похоронили 5 лет назад. Предысторию и детали расследования расскажет саржена Мордогеева. И начнем с инцидента в Новоанахойской школе. Учительница английского языка не справилась с эмоциями и ударила по лицу семиклассника. Момент сняли на телефон. Видео мгновенно распространилось в сети и попало в федеральные телеграм-каналы. Но что осталось за кадром? Об этом сам педагог и ее ученики рассказали нашей съемочной группе. Твоей маме кто-нибудь мешает с работой или нет? Что же ты не мешаешь? Это видео из Новоанахойской средней школы мгновенно разлетелось по интернету. Запись сделала одна из учениц седьмого класса на уроке английского языка. Пострадавший и учительница характеризуются положительно. Последняя имеет десятилетний педагогический стаж и работает здесь уже второй год. И он рискует стать последним. О детях и об учителе я могу дать характеристику только положительную. То есть таких инцидентов ни в этом классе, ни в данном учителе не наблюдался. Мальчик у нас учится средне, но зато он хорошо проявляет себя в спорте. А по английскому какая у него? По дисциплине будет какая оттенка. Если я не ошибаюсь, то три. Мама пострадавшего работает в этой же школе среди технического персонала. С педагогом она уже поговорила и услышала извинения. Однако этим дело не ограничилось. В школу приехали люди в погонах и из Министерства образования. Инцидент не только учителей и родителей расколол на два лагеря, всю республику. Одни считают, что рукоприкладство недопустимо, другие, что дети довели сами. Для самой Байрмы Батуевны все очевидно. Я сознаю свою вину. Мне очень жаль маму этого ребенка, самого ребенка. Тоже мне очень жаль. И перед мамой я уже извинилась. И также я обязательно извинюсь перед ребенком. В классе стояла шумная обстановка. Конечно, я начала повышать голос, ругать детей. Потому что у нас никак урок не получался, как он должен. Какое-то время я услышала индивидуализованную брань в свой адрес. И тут, конечно, вообще всплеск эмоций у меня произошел. Мне стало обидно. Я стала оглядывать детей. Кто как сидит. И вот этот мальчик развернулся в другую сторону. То есть меня это тоже, как учитель, задело. Я подошла к нему. И после этого меня директор позвал себе в кабинет. Вот там была мама. Там и директор мне как бы сделал замечание. Ну, так оно и должно быть. И мама высказала мне тоже все, что думают по этому поводу. И я со всем этим, конечно, тоже была согласна. А вот что говорят об этом сами школьники. И те, кто был в классе, и те, кто знает и ребят, и учительницу. Я рядом сидел. За первой партией сидел. Говорят, что было очень шумно в классе. Очень шумно. Я могу рассказать им так. Кто-то сказал мат. А Берема Батуна, ну, не так поняла. Кто-то еще сказал, зачем нам этот английский. Ну, не зачем сказал, а по-другому понимаете меня. Она ругалась очень сильно. Ну, мне уже взрыв был. Она уже не могла вести урок. Про седьмой класс вообще что можете сказать? Про семиклассников. Вообще, что из себя представляет эта седьмая параллель? Вообще хулиганистые ребята сложные? Да, конечно. Вообще обнаглели. Им никого не слушают. Даже вот, если девятый класс, они говорят, да пофиг, типа. Возраст вообще не уважают, я правильно понимаю. Вы вчера в классе находились, когда это все произошло? Находилось. Мы пришли, получается, на урок. И она уже начала на нас орать. Она пришла, у нее уже настроение было плохое. Когда она ударила, он играл, получается, ручками. И она не сдержалась, его ударила. За игру ручками? Да. Не за то, что он повернулся к ней спиной? Нет. А он поворачивался к ней спиной? Нет, он не поворачивался к ней спиной. В классе матерились? Нет, мы не матерились в классе. Вообще не раз? Вообще не раз. Сейчас школьная комиссия проводит служебную проверку и решит, что делать с учителем. Сейчас вопрос стоит, как увольнять? По статье или по собственному? Эта эмоциональность ее в какой-то момент, наверное, и подвела. В данном случае будет увольнение по пункту 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации. Это применение насилия в отношении подопечных. Действительно, педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию, но приказа о расторжении с ней трудовых отношений на сегодняшний момент еще нет. Сама приняла такое решение, я поговорила с администрацией, учреждения никто не принуждал. Другого преподавателя английского языка в этой школе нет, именно для старших классов. Уходить, конечно, мне не хочется с работой, потому что есть дети, которые любят меня, я на это надеюсь. И они меня поддержали, они поняли, что поступок у меня, конечно, был нехороший, но они поняли, почему я сорвалась. Срочная новость. Сегодня задержали заместителя председателя правительства Бурятия по экономическим вопросам Алексея Мишенина. В его кабинете провели обыск. По некоторой информации это может быть связано с предыдущим местом работы. В пресс-службе правительства информацию подтвердили. Обыски проводит ФСБ. Алексей Сергеевич Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода. По нашим данным, на авиаремонтном заводе Алексей Мишенин проработал 8 лет. Затем на некоторое время уходил и в 2011 году вернулся генеральным директором предприятия. Также Мишенин руководил и был учредителем ряда других компаний. В Бурятию он приехал 5 лет назад и практически сразу был назначен министром промышленности и торговли. В прошлом году он стал заместителем председателя правительства. Их ситуация по коронавирусу. Число заболевших в Бурятии перевалило за 21 тысячу. Из них продолжают лечение более 4 тысяч человек. 492 инфицированных скончались. Остальные уже здоровы. На сегодня каждая третья койка в стационарах республики свободна. 101 пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации. Темпы суточного прироста и смертности в последние дни стабилизировались. Расслабляться, конечно, рано. По мнению экспертов, новогодняя волна коронавируса может стать в полтора раза мощнее, чем ситуация в ноябре. Об этом заявил специалист в области эпидемиологии профессор Сеченского медуниверситета Игорь Гундаров. Видимо, согласно с этим, в Бурятии республиканский оперштаб по борьбе с инфекцией запускает флешмоб «Дома лучше». Приближается Новый год, поэтому лучше всего как можно меньше общаться, не ходить никуда. Тогда вы будете, останетесь здоровыми и все будет нормально. Не игнорируйте, пожалуйста, рекомендации врачей. Действительно, это ужасно. Когда хочешь дышать и не можешь вдохнуть полной грудью, зависишь от аппарата. Мойте руки, берегите близких. Чем лучше будут соблюдаться меры профилактики, тем меньше будет заболевших. В преддверии Нового года хочу обратиться ко всем жителям республики. Позаботьтесь о своих родных. Не подвергайте их опасности. Оставайтесь, пожалуйста, дома. В преддверии праздников профилактические мероприятия и проверки в республике усиливают. За последние несколько дней выявлено свыше 110 нарушений. Протоколы составляют на противников масочного режима, организации торговли, общепита, сферы обслуживания. Контроль за соблюдением меры осуществляют 90 мобильных групп. Вакцина приехала, маски подарили, а ограничений между регионами не будет. Далее новости о ковиде коротко. Итак, вторая партия вакцины от коронавируса приехала в Бурятию. Препарат «Спутник Ви» будет направлен в городскую больницу номер 5. Предназначен он для медработников, которые напрямую работают с больными COVID-19. По словам министра здравоохранения Евгения Лудуповой, первый этап вакцинации в октябре медработники перенесли хорошо. 25 тысяч одноразовых масок и тысяча защитных медицинских костюмов. Такой подарок отправили медикам Бурятии из КНР, точнее из автономного района внутренней Монголии. Посылка стоимостью в 25 миллионов рублей уже доставлена в медучреждение республики. И ограничений на передвижение граждан России внутри страны не будет. Ранее о контроле за этими процессами заявлял министр здравоохранения Мурашко. Однако сейчас в ведомстве поспешили сообщить, что его слова вырваны из контекста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что действующего порядка достаточно и дополнительные ужесточения не требуются. Но тем временем новогодние елки в школах и утренники в детских садах Бурятии разрешили, но естественно с четким соблюдением правил. Одно из главных массовых мероприятий одновременно не могут участвовать дети из разных групп и классов. Праздники будут проводиться только внутри одного коллектива. Если мероприятие проходит в актовом зале, то должно быть обеспечено разделение групп по времени для своевременной дезинфекции и проветривания помещений после каждой группы. Такие же требования распространяются и на школы. Запрещено приглашение сторонних лиц, аниматоров, артистов, а также родителей. Закрыли для посещения детские дома. Там праздники пройдут без гостей. Санитарные врачи проверили и театры, где будут проводить мероприятия для детей. Впускать туда тоже будут раздельно по одной группе или классу. Массовые зрелищные мероприятия на открытом воздухе возможны, но при соблюдении социальной дистанции. При этом общегородские елки в Улан-Удэ отменили. К другим темам. Обманутые дольщики пытаются избавиться от балласта на сайтах продаж. Но покупать такие квартиры, так же, как и продавать их, специалисты не рекомендуют. Вопрос по двум застройщикам уже решен. Тему продолжит Ольга Арсункаева. Дольщики строительной компании «Регион Жилстрой» дождались компенсации. Решение уже принято. А клиентам ЖЭСКО «Новосел» посоветовали готовиться к новоселью. Решение по этому застройщику тоже есть. Дома будут достраивать за счет республиканского бюджета. В республиканском бюджете у нас предусмотрены средства на софинансирование этих мероприятий. 96 миллионов рублей, которые мы планируем направить после принятия решения наблюдательным советом о достройке или компенсации затрат нашим жителям. Максимальный пакет документов собран по шести застройщикам. Это ЖЭСК «Новосел», «Регион Жилстрой», «Домстройкомплект», «Ситистрой», «Шинэсэн» и «Промгражданстрой». Ждут окончательного решения публично-правовой кампании. По двух последним уже в конце недели. Дома будут достраивать либо дольщикам вернуть деньги. Ту сумму, которую они оплатили, либо пропорционально ей, они получают. Потому что не всегда у нас участники долевого строительства полностью оплачивают 100%. Допустим, гражданин оплатил 50%, вот он получает 50%, но не тех денег, которые он нес, а по рыночной стоимости. В черном списке недобросовестных застройщиков 10 компаний. В ожидании часа «Х» более тысячи дольщиков. Судьба большинства будет известна до конца года. Проблемы остальных обещали решить в следующем. Ольга Арсенукаева, Валерий Чайдопов, телекомпания «Арегуст». Восточный экспресс движется дальше, и смотрите во второй части выпуска. К сожалению, скончался на месте ДТП. Смерть под колесами. В Лануде ищут очевидцев ДТП. Раньше, я вот, насколько помню, были молочные в кухне. С этим вопросом, как у нас обстоят дела. Вернуться к прошлому или двигаться вперед. Какие перспективы в здравоохранении ожидать республики? В яблочко. Кто отрабатывал меткость глаза и точность рук? Об этом позже, а сейчас о том, что в Лануде просят откликнуться свидетели ДТП, в результате которого погибла женщина. Оно произошло на проспекте «Пятидесятилетие октября» в понедельник вечером. Шестидесятилетнюю Лануденку сбил водитель микрогрузовика. Следуя со стороны улицы Ирбанова, в направлении поворачивая на улицу революции 1905 года, на нерегулированном пешеходном переходе, совершил наезд на пешехода. Женщину 1960 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина, к сожалению, скончалась на месте ДТП. При этом автомобиль каким-то образом оказался на полосе встречного движения. Водитель за рулем был трезвым. Причина трагедии выясняется. Всех очевидцев этого происшествия просят помочь сообщить полиции. По предварительной информации, вместе с погибшей переходили дорогу еще два молодых человека. 55 человек эвакуировали из двух школ Бурятии. Причина угроза пожара из-за аварийного режима электрооборудования. В первом случае источником проблемы стали холодильные камеры от Сагацкой школы-интерната. Персонал вывел 35 детей и самостоятельно смог справиться с проблемой. Похожая ситуация произошла и в столице республики. Сегодня утром в среднекоррекционной образовательной школе пятого вида, расположенной в городе Улан-Удэ по улице Гармаева, произошло короткое замыкание сушильного аппарата для рук в помещении спального корпуса. Работники учреждения своевременно отключили аппарат от электросети и применили первичные средства пожаротушения. Тем самым исключили возможность возникновения пожара и развития последствий. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Всего за прошедшие сутки в Бурятии произошло 8 пожаров, половина из них в Улан-Удэ. История с продолжением. Полиция ищет женщину, пропавшую пять лет назад. Почему хватились только сейчас и как идет расследование, предыстория и подробности у саржанна Мордегеевой. Здравствуйте. Об этом случае мы узнали в конце ноября. Проверяли очередной сигнал в программу «Семейный контролер». По одному из адресов обнаружили женщину, у которой из документов только справка о собственной смерти. Для государства она считалась мертвой более пяти лет. Нашли убитую женщину на Селенге, а я в это время в Раппарту жила, но связи у меня с ними не было. Привезли в Гурульбу, но они, видимо, у моей свадьи там все выпивали. Фотографию показали, лица не видно. Черная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки. Вот это она, она в таких вещах приезжала. О том, что ее уже похоронили, узнала, когда вернулась за ребенком. На тот момент дочь уже была в детдоме. Вы разве не хотели забрать ее? Хотела. Я даже ездила к ней. А потом ко мне с Ивалги приехала, сказала, какого ты туда ездила? Раз ты умерла, ты не высовывайся, пока ребенок там в детдоме. Возможно, она так бы и не воскресла. Но после наших запросов в полиции перетрясли весь архив. Главный вопрос сейчас – кого же тогда похоронили под ее именем? Изначально даже хотели провести эксгумацию тела. Но появились новые детали. Выяснилось, родственники опознавали ее после похорон, по фотографиям одежды. Значит, хоронили ее до этого, как неизвестную. А у всех умерших с таким статусом берут образцы ДНК. Спустя столько лет их нашли и отправили на экспертизу. В лабораторию МВД Бурятии. 24 ноября 2020 года к нам в лабораторию поступил материал на исследование. Это были образцы трупной крови, которые с 2014 года хранились в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Соответственно, данный материал был исследован. И в результате экспертизы получен генетический профиль лица женского генетического пола. Данный профиль позволит в последующем при наличии каких-либо биологических родственников оценить биологическое родство и идентифицировать данный неопознанный труп. Полученные данные уже проверили по федеральной базе. Частичное геномное совпадение обнаружили с двумя людьми. Один из них гражданин Бурятии, вторая – жительница Алтайского края. С ними уже работают. Параллельно продолжают проверять и другие версии. Мы установили, что у нас в 2014 году и 2015 году из числа заявленных в бизнесе пропавших женщин остались до настоящего времени найдены 9 человек. Из них по четырем МВД информацией о их генотипах не владеет. Нас интересует конкретно европейская женщина и с определенным возрастом. То есть здесь у нас поиск сужается. В данный момент мы плотно остановились пока на двух. По ним у нас геномонета, то есть мы сейчас над этим работаем и уже потом по следующим сверим. Не каждый родственник подойдет, желательно по мужской линии. Поэтому полиция обращается и к жителям Бурятии. Если 5-6 лет назад у ваших близких или знакомых терялись родственницы, просьба сообщить по телефону на экране. Мы также продолжим следить за расследованием. Сержанты Мердегеева, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». Продолжаем. Центр восточной медицины станет реабилитационным для пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Необходимость создания такого учреждения очевидна, считают медики. Но перепрофилировать его можно будет, когда темпы заболевания начнут падать. О перспективах здравоохранения Ольга Расунукаева. Строительство 40 медицинских учреждений по всей республике. Покупка дорогостоящего оборудования, как, например, гамма-камера для онкодиспансера и анеограф Республиканскую клиническую больницу. Аппараты ИВЛ в 2020 году на развитие здравоохранения направили 17,5 миллиардов рублей. В грядущем году бюджет ужали до 14 миллиардов. Сократили финансирование почти по всем подпрограммам. Тем не менее, в грядущие планы нужно уложиться. Насколько вы приблизились к той норме, которая должна быть? Я вот смотрю, там у вас написано 2000 с лишним именований оборудования, которые надо приобрести. Еще так много нам надо? Перечень оборудования большой. В приоритете и средств доставим имеющиеся у нас предписания, надзорных органов, решения судов по оснащению. Мы пытаемся сбалансировать этот процесс. Хотя да, для достижения полного соответствия порядков еще очень много. Еще надо время, да? Да. Пополнят медики и автопарк. Программа рассчитана на 4 года. На транспорт планируют потратить почти 250 миллионов рублей. В список вошли не только машины скорой помощи, необходимы и легковые автомобили. Не хватает медикам и рук, и электронной платформы. Вот над чем нам, я считаю, медикам нам надо работать, чтобы появилась электронная карта, электронная история. Чтобы можно было уже действительно смотреть всю бурятию. Вы усиливаете эту работу. Но, тем не менее, вот такое пожелание. Подняли на совещание вопросы о возврате к молочной кухне. Но, как выяснилось, в рекомендации врачей нашего времени коровье молоко не входит. Ну, и в те времена отсутствовали, собственно говоря, все сбалансированные смеси. Но на сегодняшний день, с учетом того, что имеются сбалансированные смеси, за счет средств регионального бюджета мы кормим детей, у которых есть медицинские показания. А вот стены городских поликлиник давно имеют показания к ремонту. Но в этом году на эти цели выделили совсем немного денег. Основная нагрузка сейчас по ковиду, потому что это городские поликлиники. Может быть, все-таки нам тоже рекомендовать увеличение финансирования и заявку сделать посерьезнее, чтобы мы ее, как комитет, могли поддержать. Искать деньги нужно и для новой инфекционной больницы. Ее строительство в планах нужно почти 3 миллиарда рублей. Надежды возлагают на инвесторов. В бюджете этих средств пока нет. Бурятия вновь угодила в антирейтинг. Мы вошли в топ самых пьющих и курящих регионов страны. В пятерке лидеров также Магаданская, Амурская, Сахалинская области и Республика Хакасия. РИА Новости представила рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек. Как и в 2018 году, Бурятия заняла в нем 82-е место. Эксперты говорят, что определенные коррективы в образ жизни вносят суровый климат. Во всех пяти регионах одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения. Много нарушений связано и с употреблением наркотиков. В пятерку самых же трезвых и не курящих регионов вошли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область. На Северном Кавказе вредные привычки не распространяются благодаря традициям и менталитету, подчеркивают эксперты. Но все-таки в чем-то мы лучше. Бурятские бузы вошли в тройку победителей федерального конкурса «Вкусы России». Лидерами народного голосования также стали дагестанская баранина и подмосковные сыры. Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны. Все бренды уже являются участниками программы продвижения Минсельхоза России. Она позволит ближе познакомить россиян с продуктами из разных регионов. О других новостях короткой строкой далее в дайджесте расскажет Евгения Жировова. Проголосовать сейчас можно и за дизайн-проект сквера имени Пушкина. В будущем году его должны благоустроить. Сейчас нужно ответить всего на один вопрос. Нравится ли вам этот проект? Голосование продлится до 23 декабря. Пока большинство отзывов положительные. Наверняка будут позитивные отклики и на это событие. В Бурятии впервые пройдет выставка Зураба Церетели. Широкой публике он известен как скульптор. И одно из наиболее известных его творений – памятник Петру Первому на Москва-реке. Улан-Уденцам представят не такие масштабные работы. Горожане увидят графические работы именитого художника. Выставка откроется 18 декабря в художественном музее. Творчеством занимаются и наши местные таланты. На бурятский язык перевели и переозвучили фрагмент из фильма «Любовь и голуби». Получилось весьма забавно. Я мрю, любовь, я мрю. Перевод сделала жительница Тункинского района Татьяна Улукшонова. Видео посмотрели более 700 человек. А чем вы увлекаетесь на досуге? Пишите ваши комментарии в наших аккаунтах в социальных сетях. О спорте. Бурятские самбисты отправились на чемпионаты первенства Дальнего Востока. Битвы за путевки на чемпионат страны начнутся на коврах Владивостока 10 декабря. В сборной Бурятии 40 спортсменов. Половина команды выступит по спортивному самбо, половину по боевому. В соревнованиях участвуют атлеты разных возрастов. Соответственно, все соблюдаем меры предосторожности. Проводим мероприятия, связанные с предохранением. Все как-то страх уберем от ковида на всех наших организациях. Соревнования будут проходить в течение четырех дней. Победители турнира Дальневосточного федерального округа отправятся на чемпионат России. Ранее эти состязания планировали провести в столице Бурятия. В феврале 2021 года, но из-за пандемии турнир перенесли в Приволжский федеральный округ, в Оренбург. Пока точное место и сроки проведения чемпионата неизвестны. Практическая стрельба из пневматического пистолета. Новое направление экшн-эр для детей и взрослых появилось в Бурятии. Этот вид спорта в ближайшем будущем вводит в программу Олимпийских игр. О том, как готовятся спортсмены республики, в нашем следующем сюжете. Практическая стрельба – это очень интересный вид спорта. Это не просто… Оно очень динамичное. И не только стреляешь, но еще нужно быстро пройти, придумать, каким геймпланом выгоден. Сам я недолго стреляю. Стреляю я с осени. Учителей мне далеко. Но, думаю, за год, наверное, можно достичь чего-нибудь. Мне очень понравилось это направление. Я давно занимаюсь стрельбой, но именно практическая стрельба мне понравилась, так как там есть действие. Экшн. Данный вид направления стрельбы очень демократичный, потому что не требует огромных финансовых затрат. Стреляем из шариков 6 мм. Даже пистолеты пневматические – это полная копия боевых пистолетов. В данном случае пистолет «Смитвессон» МП-9, который, ну, есть в наличии реальный боевой пистолет. Таких пистолетов очень много, производители. И, соответственно, как бы стрелки, дети, взрослые выбирают то, что им по душе. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы оплачивать счета быстро, достаточно знать свой единый лицевой счет. Его можно найти на квитанциях поставщиков услуг или уточнить в офисе вашей управляющей компании и сократить количество действий по обязательным ежемесячным платежам до минимума. Решил попробовать единый лицевой счет. Сегодня оформить понравилось то, что платежных квитанций всего две получается. У меня по двум квартирам. И по времени обработка платежей сократилась двое примерно. На территории Бурятии к единому лицевому счету можно подключить основных поставщиков услуг. Это Читайнергосбыт, ВДКанал, Экоальянс, ТГК-14, Фонд капитального ремонта и около 20 управляющих компаний.